4 ноября на территории ВДНХ в Москве откроется выставка Форум России. Провести столь масштабную выставку своим указом поручил лично президент Владимир Путин. Выставка станет местом демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, АПК, транспорт, строительство, науку и культуру. Планируется, что участие в выставке примут все субъекты Российской Федерации. Карачаева Черкесия уже начала подготовку к этому событию, а более подробно об этом нам рассказал министр экономического развития Карачаева Черкесии Артур Исзаов. Артур Рассенович, здравствуйте. 4 февраля стартует выставка Россия. Расскажите более подробнее о ней. В Москве 4 ноября начинает свою работу Всероссийская форум-выставка Россия. В ней примут участие все 89 субъектов нашей страны, а также федеральные органы исполнительной власти, корпорации, общественные организации и зарубежные страны. Основная задача данной выставки – показать многообразие нашей страны, ее главные и основные достижения. И Карачаева Черкесия принимает в ней участие. Наша Карачаева Черкесия – многонациональный регион с уникальным географическим местоположением и большим обилием природных богатств. Мы по праву считаемся всесезонным туристическим регионом нашей страны и астрофизической столицей нашей России. В рамках экспозиции Карачаева Черкесия мы познакомим всех участников выставки с многонациональной культурой народов Карачаева Черкесии, их богатым историческим наследием, а также покажем преимущества региона в области туризма, бизнеса. И сделаем все для того, чтобы каждый участник выставки, придя на экспозицию нашей республики, и пожелал посетить ее, либо принять решение о выборе Карачаева Черкесии в качестве своего постоянного места жительства. Как будет выглядеть стенд Карачаева Черкесии? Стенд Карачаева Черкесии планируется разбить на три зоны, и каждую из которых наполнить своим смыслом, чтобы каждый участник выставки смог погрузиться в соответствующую атмосферу. Описывая нашу первую зону, которая называется «Ближе к горам», хочется вспомнить строки знаменитого советского поэта и композитора Владимира Высоцкого. «Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Именно такие эмоции испытывают гости республики, посетив наши курорты. По территории современной Карачаева Черкесии, через главный Кавказский хребет, раньше проходил Великий Шелковый путь, о котором сегодня напоминают и самые древние христианские храмы. Данная зона у нас в рамках стенда изображена в виде большого мультимедийного экрана, в виде самой высокой горы Европы, горы Эльбрус. И в рамках данной зоны мы планируем наиболее полно раскрыть весь туристический потенциал нашего региона, показать наши курорты, которые на сегодняшний день являются визитной каточкой нашей республики и знаменитой не только в нашей стране, но и во всем мире. Также у нас будет расположен в рамках данной зоны лыжный симулятор, и каждый желающий посетитель, участник выставки сможет прийти и попробовать себя в лыжном деле. Следующая наша зона, она называется «Ближе к людям». В рамках данной зоны мы планируем рассказать про народы Карачао-Черкесии, про их культуру, самобытность, про богатое историческое наследие и наиболее полно отразить то гостеприимство, с которым народ Карачао-Черкесии относится к своим гостям и к тем традициям, которые исповедуют. Также третья зона, она называется «Ближе к звездам». В рамках данной зоны, как я уже сказал, Карачао-Черкесия является астрофизической столицей страны. На территории региона расположены самые крупные астрофизические объекты не только нашей страны, но и в целом в мире. Это, в первую очередь, обсерватория Российской академии наук, которая на сегодняшний день является самым крупным объектом исследования Вселенной на территории Европы. Также это Кавказская горная обсерватория, которая была построена в 2015 году и на сегодняшний день является самым крупным проектом современной России в данной отрасли. Также не могу не сказать про самый крупный в мире радиотелескоп «Ротан-600» с рефлекторным зеркалом диаметром более 600 метров. Данная зона у нас изображена в рамках стенда Карачао-Черкесии в виде макета обсерватории с размещением внутри ее больших мультимедийных экранов с технологией дополненной реальности, зайдя в которую, любой желающий участник выставки сможет погрузиться в неизведанный мир космоса, посмотреть на объекты, которые расположены у нас в Вселенной и получить более полное представление о том, как же все-таки устроена наша Вселенная. Чем помимо экспозиции будем удивлять гостей? Помимо работы непосредственно самой экспозиции в рамках форума выставки «Россия» запланирован целый ряд различных культурно-развлекательных мероприятий. В случае с Карачао-Черкесией мы планируем организовать в рамках работы выставки Дни народов Карачао-Черкесии. Каждому народу будет посвящен один день, в рамках которого будет представлена и национальная культура каждого из народов, их национальные особенности, традиции. И задача будет этих мероприятий наиболее полно познакомить всех участников выставки с каждым из народов нашей республики. Помимо этого у нас также запланированы участия с главой Карачао-Черкесией. Это в первую очередь будет запланирована встреча Шлябовича Тимрезова с молодежью Карачао-Черкесией в рамках работы выставки. Также у нас запланировано проведение Дня Республики Карачао-Черкесия, где также наиболее полно и емко будут представлены основные моменты, связанные с нашей республикой. Это и культурно-развлекательная программа, и национальная кухня, и все то, что является атрибутом нашего региона. Кто еще, помимо регионов Российской Федерации, будет представлен на выставке? Практически все федеральные органы исполнительной власти размещают в рамках выставки свои экспозиции. У нас есть очень много коллабораций с нашими региональными органами исполнительной власти, профильными. Это и в сфере туризма, в сфере экономики, в сфере спорта. И это все будет проходить в рамках совместной организации, совместных мероприятий. Помимо этого, планируется представление в рамках выставки корпораций, крупных компаний, предприятий нашей страны, которые также будут представлять свои основные достижения. Кроме того, будут представлены и общественные организации, а также и различные зарубежные страны. Саму выставку планируют посетить президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И где-то, может быть, отметить какие-то основные вещи, которые посчитают наиболее важными. Мы призываем всех жителей нашей страны найти возможность прийти на эту выставку, посетить ее, ознакомиться с многообразием нашей страны, с ее потенциалом, с возможностями и получить максимум удовольствия и гордости от того, что представляет из себя Российская Федерация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова